Пожертвование на тропинку. Житель Южного шоссе Георгий Малов начал сбор средств на асфальтирование протоптанной людьми дорожки вдоль детского сада. Тропой, по словам Георгия Дмитриевича, пользуется очень много людей, но в дождливую погоду по ней совершенно невозможно пройти. Вооружившись плакатами, пенсионер начал сбор денег. Уважаемые дамы и господа, вы не хотите ходить по грязи? Если нет, то помогите, чем можете. А коробочка вот для денег. Вот я пять тысяч в нее вложил, три года назад. Нашел плиты сначала, где они лежат. Потом нанял эвакуатор, положил его четыре штучки. Вот там дальше осталось до той дорожки сто шагов. Вот эти сто шагов я и хочу сделать. Весной здесь вообще не пройдешь. Если у меня тут деньги, значит я сам сделаю это все. Найму и технику, найду и все. Рабочих найду, все найду. Но мне просто больно, мне обидно смотреть, как люди плавают, грубо говоря. Мы опаздываем, извините. Вот примерно такие ответы. Я, знаете, всем этим процедурам не верю. Не помогу. А я такси. Ну таким образом ничего не сделаешь. Я так думаю, да. Благодарю вас. Ну здесь где-то, ну две с половиной сотни. За четыре дня вот я собрал. Асфальтирование тропинки Георгий Малов оценил в 20 тысяч рублей. Однако не особо надеясь на помощь горожан, в одном из своих плакатов обратился за помощью к администрации района. Там нам пояснили, что строительство дороги – дело общее. То есть территория отмежеванная за жилым домом. И строить на ней или не строить принимает решение только общее собрание жителей. Деньги администрации города, я думаю, найдет, если вдруг жители примут решение об том, что вот этот тротуар необходимо построить и обращаться за субсидией. Остается только добавить, что теперь Георгию Малову стоит Георгию Малову стоит